Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 289. События дня. 1 Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец за 26 сентября 2016 года. Ну и показать об одном человеке, какую акцию провернул Запад по отношению России, сколько натворил зла. Переформатировали сознание людей буквально. Сидят же люди, вот работают, как развалить страну, Советский Союз, как начать войну, что сокрушить, кого убить, кого заслать. И главное, это не в этом, а в слепоте, что дьявольскую работу признавать как за божественное откровение, открывать миссионерские отделы в начале и прочее. И сейчас. Это брат наш, он столько сделал, это брат ваш. У Толстого это написано, кто брат, рогатый, хвостатый и копытами стущит. Они его прислали, господин чистый называется. Языком молотит, а потом дыра в преисподнюю остается от него и больше ничего. Коротко прокручиваю, это большие, очень большие материалы. Полное ослепление, покинутость Богом. Все, до синода. Такую слепоту показали, вот на одном человеке проверили. Главное, в сознание народа втолкнул везде секта. Главное, сектовед секта. Он еще больше не знает секта. Кто не угоден ему, создал пугало секта. Как запугивает население России секта. Вообще не знает человек, в церковь не ходит секта. Секта. Все. Христос, Евангелие, Библия, жизнь во Христе, водительство Духом Божиим, рождение свыше. Все заменено словом секта. И он сектовед. Вот придет иной во имя свое и его примете. Это притеча антихриста. Благопротивные речи главного сектоведа. И чем занимался 20 лет? Созданием и распространением злобных слухов, сплетен. Разрушительные клеветы, не подкрепленные научными исследованиями, экспериментами. Деятельность этого профессора, в кавычках, не помещается в рамки гражданской порядочности и мараби, что ожидается от представителей религии, коим себя только он и считает. Он решает верующие, не верующие, не видит, не знает ничего, секта, псевдоправославный, секта. И отделы миссионерские наполнены именно этими выкормышами от него. Все решают, Бог слышит, не слышит. Вот вчера написала мне Юлия под комментарий. Здесь был комментарий на тему «Нет смысла в Потеряевке дома восстанавливать к приезду детей». Что все равно родители ребятишек не отдадут, потому как сильно их испугал Роспотребнадзор в этом году. Но теперь автор убрал свой комментарий. Я же свой оставила. Кто-то и о самой Потеряевке вот так же думал. А у Бога свои планы. Да, так и было. Против. Никогда этого не будет. Нигде в стране этого нет. Что православное поселение. Депутаты проголосовали районной сессии. Все против. А уже осенью все проголосовали за. У Бога всего много. Уже сейчас к лагерю подбиваются. Уже готовы приехать, при том, из другой даже страны. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Укажите, где можно скачать книгу правил канонов православной церкви. А зачем ее скачивать? Она продается в церкви свободно. Я не знаю, почему нет у вас ее там. Ну, где-то закажите. Готовая на бумаге. А то закачать-то можно всего. На вашем сайте видел только аудиоверсию. Это я начинал. Ну, и оттуда можно взять. Прослушай один раз. Там правило считается какое. Запиши его и все. Был разговор с настоятельом. Он просил меня. Просил принести указание на то, где какой вселенский или поместный собор назначен в Петемии за различные грехи. Вообще, опупеть надо. Миренина спрашивает. Да он без этой книги не должен быть священником. Он никакой. Как он может соблюдать? Ну, инспектор на дороге не знает правила движения. И говорит, а покажи мне. Покажи мне. Вот подходит. Человек видит, что такая-то беда на дороге случилась. Он подходит к инспектору, говорит. А покажи, а где это написано, что надо штрафовать или смотреть. На красный свет не ехали. Разговор наш был про оглашенных. Что это уже пройденные этапы. Что сейчас нет больше оглашенных. Ну, в общем-то, он правильно. Раз не оглашенных нет, то ничего и нет. И все это церковное шушера, это ничего не значит. Это мекина, пульпа грязная, через порог хлещет. Ничего нет. Оглашения нет. А вера-то от слышания. От оглашения. Глазом, голосом, устно. Голос, глаз, оглашение. То ничего и нет. Это вера от слышания. От слышания от Слова Божия. И не о чем разговаривать. И чего там нету. Нету. Начинать надо работать. А что теперь? Можно ли нужно ходить? Можно и нужно ходить в церковь. Но, чтобы было по-божески, по-евангельски. Пираты захватили корабль. Разбойники, лютые волки, говорящие превратно, дабы уречь за собою учеников. Деяние апостола, 20 глава. Я сказал ему, что в разряд оглашенных, согласно правил вселенских и поместных соборов, относится также и согрешившая тяжко. Тяжко. Что значит тяжко, не тяжко? Не постился. Тяжко или не тяжко? Пост нарушал. Выпивоха. А он попросил привезти книгу, где указано, где какой собор принял. А ты ничего не даст, что он ничего не выполнит. Он и не будет выполнять. Иначе выкинут. В первую очередь, его надо выкидывать оттуда. Этого настоятеля и прочее. Все это липа. Ничего этого нет. Он не знает. Главное, которое знает, из 719 правил, которые ныне действуют, 413 ежедневно, умышленно, сцеленаправленно отвергаются, искажаются. До 30 лет нельзя ставить священники. 6-й вселенский собор, 14-е правило, 15-е. Какое? Ну, посмотри, в какое время он поставлен. Выкинуть его и на этом все. Ничего нет. Распад, развал. Погремушками занимается, как патриарх Кирилл сказал. Эти жезлы разные, кресты на них, игумены и игумени. Ничего и нет. И не надо этому удивляться. Ну, мы посмотрим сейчас наши ресурсы, события. Вот мой мир, хорошая система. Я в нем... Хотя у меня есть в Одноклассниках и в Контактах страница. Там, видимо, не по одной. Модераторы все работают. И они оттуда перекидывают мне данные. Я сам там не бываю. Ни в Твиттере, ни в Фейсбуке. Я нигде не бываю. Везде, везде у меня образованное. Это модераторы работают. Это большая группа помощников. Кто-то платит деньги. Я никогда ни одной копейки не плащу. У меня нечего платить. Вообще нету. Ни за телефон, нигде. Кто-то перечисляет, а кто, понятия не имеет даже. Я молюсь за них. То есть совершенно незнакомые люди. Совершенно. Перечисляют деньги. Ну и дальше наш форум большой. Очень большой. 1592 темы. Все во свете Библии. Вот оно. Во свете Библии. Ну и далее у нас видеоканал. Вчера только поставил. Вот тоже сегодня. За ночь поставил. Сколько здесь? За 9 часов назад 264. Надо посмотреть. 284. Больше всех. Ну а остальные тут 700. Сзади 18. Ну люди заходят, смотрят. И у нас подписчиков 4968. Просмотров 3 миллиона 922 тысячи 228. Вот тут. Отзывы есть. Немного. И самое тяжеловесное это во свете Библии сайт. Вот он во свете Библии. Как он выглядит. И тут самое ценное. 4124 ответа на вопросы. Заходить. Вот день. Вчера позвонили. Какие события местного значения? Я еще не знаю до конца. Работаем с Володей. Сарай восстанавливаем. Двое. Никита пасет. Я говорю только о своих. Деревне Игорь Барабаш с комбайнами возится. Урожай лежит. Вчера начал маленько возить. Отвозит последний его сын Иеремия. 15 лет. Он за рулем там гоняет. Грузовая машина возит. зерно отводит. Видимо то ли сломался то ли еще вижу комбайн пришел вечером уже оттуда. Старший сын Терентий на комбайне. А сам Игорь ремонтирует другой. Ремонтирует него. Горе смотреть. Я даже близко боюсь подходить. Какая скорбь. Сколько Игорь работает. Там все перегородил. Где горох и чмей и все это досками в самом складе. 504 или 506 квадратных метров всего склад. Какой склад совсем вот так если взять небольшой везти надо кому-то продает. Ну и позвонили что жена Лены Игорь Лена Елена Анатольевна едет в Мамонтово наш районный центр. Ну и берет с собой продавца матушку дома который у Володи Пащенко там оформление документов там деньги-то заплатили но еще нет. И вот он я сразу Володя быстренько пошли пораньше на 2 часа пообедали он уехал. Вернулся вещь он даже не видел сейчас поеду раз прошу и может что-то запишу как там дело было. Звонят и мы заработали за Нянила Александровна Глушкова звонит служба то будет сегодня я говорю а еще ну а завтра же воздвижение вот это да заработались ну что будет обязательно говорю а батюшка будет тоже не знаю у нас престольный праздник крестовозвижения в Барнаульской общине Барнаульской общине на крестовозвижение я сегодня как раз крестовозвижение я даю отсчет за вчерашний день прошедший исполнилось ровно 54 года день в день вечером сегодня будет вечером в пять вечера как я покаялся обратился к Богу через Евангелие у меня Евангелия не было я не знал верующий был с детства знал что Бог есть вот нельзя грехи делать а чего Бог сохранил воровать там женщин Бог меня от всего этого отвел материться я не одного слова не сказал скверного Бог защитил защитил и вот тут этот день переменил мою жизнь работал на корабле полные сил успеха учеба учусь высшем мореходном училище служба позади там испытания были какие вот так и пока Никита не пригнал в 12 решил нашел там старые лежат разгородка загороженная которая была в лагере и перерубить вот правой рукой топором бью рублю а свинят и несколько раз крепко бью в конце уже осталось вот это место кисть как заболела она у меня и так все руки то вывершенные были сотрудниками компетентных органов еще в 61 году я так все мучаюсь одеваться не знаю как одеться другой перевернусь застан вот знаю жена знает только что я ночью застанала так лишь бы одеться то есть все было и вот вчера разболелась рука и не могу пилить дальше надо и с Никитой и левой рукой только он и левый то может еще как следует ну убежу у него получается уже и вот больной больная рука зажать не могу даже крестное знамение кое-как но утром сегодня полегче стало руки-то такие выработанные ну и вечером богослужения оказывается батюшки нету в Барнауле вот вот события какие события идет урожай батюшка уехал богослужения вот вот сами готовимся что-то мы делали дальше порубил Володя уехал ну вот местное ареальное такое здесь махонькое такое но это дело и все это с молитвой труд и молитва молитва и труд то есть вот сегодня просчитал как какой-то насильник изнасиловал девочку несовершеннолетнюю и отец его он знал заранее что суд оправдает его под разными причинами условно пять лет дали условно за изнасилование другие говорят кастрировать надо вот это юстиановский закон так и было святой юстиан это и было в ветхом завете было убийство 2 миллиарда мусульман казнят сразу его десанец условно а он афганец бывший видимо в Афгане служил вычертил какие ножи должны быть метательные боевые и с собой взял ножи 5 ножей тяжелый груз пропустили где-то видимо не заметили или как вот и как только пригор вынесли он сразу на метание ножа требуется одна секунда два ножа попали в область сердца а третья в горло тут же рухнул замертво арестовали мужика условно и все за него все спрашивают а почему вырастите цветок а другой чтобы затоптал ну это легкое сравнение другие начинают кастрировать я спрашиваю если советские насиловали сотни тысяч немок как месть называлась то почему немцы не насиловали и фильмы показывают насилия нету девушки где-то они там в рабцев забирали там а насилия не было почему а смерть сразу вот у Ермака там один засел мешок с камнями его и наверное конечно одно там сиди я ничего не не прошу я даже говорить не буду безбожие одеваться надо прилично как мусульманки как одеваются а тут так платье выше колена как они идут какое оно уважение будет стрижены без платка чучело какое-то идет что тут не насилие это будет это вот я со стороны говорю и заботчица своем молюсь об этом вот такое дело у нас Богу нашему слава во веки веку веку